Все будет хорошо, пел когда-то лет 10 назад Митя Фомин. Вот только он ошибся и хорошо мы до сих пор не наблюдаем. На этой неделе сеть узнала новые подробности движения мира, в частности о том, что Россия готова выступить с автором международного договора о готовности к пандемии. В народе документ уже получил название «Пандемическое соглашение». Это «Вести Бескиселева», совместный проект канала «Фирмак Медиа» и «Реальная журналистика». Привет-привет, мои дорогие! С вами Юля и мы начинаем! Переигран и уничтожен – это то, что ждет каждого из нас в случае принятия ВОЗ-конвенции по ответу на пандемию. Пока это только набор непонятных обывателю слов, но я поясню. Пандемическое соглашение предлагает наделить ВОЗ правом единоличного объявления очередной пандемии. Ну, то есть ни с кем согласовывать и ни перед кем отчитываться за свои действия ВОЗ обязан не будет. Если Всемирная организация здравоохранения посчитала, что пандемия наступила, значит так оно и есть, и спорить с этим будет бесполезно. Но страшно не это. Страшно, что за объявлением пандемической войны неизбежно последуют ограничения в правах. В частности, соглашение предусматривает отмену верховенства прав человека. Другими словами, мы теряем все права и оставляем за собой только обязанности. Правда, провластные СМИ пишут о какой-то исключительности в ограничении прав. Но, возможно, это опять игра в одни ворота или же неточности перевода. Потому как 28 страниц пандемического путеводителя и 10 машинописных страниц пандемического отчета составлены исключительно на английском языке, который, конечно, можно интерпретировать как угодно. Но смысл от этого не меняется. По словам историка Четвериковой, Россия лишится суверенитета, а все, что будет противоречить ВОЗ, автоматически попадет под объявление «Опасно для человечества». В этом случае мы рискуем стать винтиком в одной огромной машине под названием «Мясорубка», где не будет границ, но будет один закон, где не будет прав, но будет одна религия. И я сейчас не про божественное начало. Очень хотелось бы, чтобы новость была ошибочной и взятой где-то с панорамы. Ну, о необходимости соглашения говорят как официальные источники, так и YouTube-канал Всемирной Организации Здравоохранения, выложивший во вторник видеообращение своего главы. И знаете, что примечательно? Что на момент записи программы по трансляции было зафиксировано более 5,5 тысяч комментариев примерно одного содержания с требованием наложить мораторий на рассмотрение этого вопроса. Россияне не готовы подписывать соглашение. Почему на это готов мурашка? Для нас, видимо, так и останется тайной. А между тем, столь активное возбуждение своей деятельности ВОЗ объясняет появлением нового штамма «Омикрон», который уже начал путешествия по миру. На сегодняшний день нет официальных данных относительно заразности вируса, так же, как и нет четко обозначенных симптомов заболевания. Пока все сводится к головной боли, усталости, слабости, но при этом без повышения температуры тела. На момент записи программы стало известно, что «Омикрон» был найден в 18 странах, но ни одного смертельного случая зарегистрировано не было. При этом «Комсомольская правда» с ссылкой на ВОЗ утверждает, что в группе первых зараженных в Южной Африке были вакцинированы граждане, что говорит о том, что «Омикрон» способен обходить даже выработавшиеся антитела. Гендиректор «Модерны» считает, что для борьбы с «Омикроном» понадобятся новые вакцины, на разработку которых уйдут месяцы. Адаптацию своего препарата на этой неделе начала и компания «Биантек». Ее глава Огур Шахин утверждает, что существующий «Файзер» все-таки способен защитить людей от тяжелого течения заболевания. Однако все равно, что там нуждается в дополнительном исследовании. И только русский Геннсбург на всю страну заявил, что вакцина от «Омикрона» появится в России не позднее, чем через 10 дней. Правда, на ее одобрение уйдет еще дней 50. Но главное же быть впереди планеты всей, громче крикнуть, быстрее вколоть. Тогда, друзья, у меня вопрос. А зачем нам подписывать пандемическое соглашение, если у нас есть все ресурсы для победы над новым вирусом? У нас есть Геннсбург-изобретатель чудо-средств, у нас есть порошки назальной формы, есть даже глава государства, участвующий в испытаниях медпрепаратов. Тогда зачем? Зачем нам это все? К чему может привести пляска под дудку ВОЗ, которая, на секундочку, на сегодняшний день до сих пор не признала наш спутник, и этот маятник качается уже год? Ну кому? Кому еще непонятно, что вокруг этой темы крутятся большие деньги? Ранее Russia Today писала о возможности зарабатывать на поставке за рубеж наших вакцин до 15 миллиардов долларов в год. Это почти на 2 миллиарда больше, чем приносит экспорт вооружения и военной техники. И все бы ничего, если бы деньги оседали в России, а не в карманах определенного круга лиц. Так что, друзья, делайте выводы и продолжайте соблюдать социальную дистанцию. Но не ту, что в полтора метра, а ту, где у одних власти миллиарды, а у других повышенный на тысячу мрот и отсутствие прав. Регистрация прошла успешно. Получите QR-код для выхода из дома. Выберите причину выхода из дома. По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину. По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована. Выберите наименование продуктов из выпадающего списка. По нашей информации, вы купили 2 литра молока вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка. По нашим данным, ваши деньги должны были закончиться еще вчера. Откуда у вас такие большие деньги? Заполните, пожалуйста, декларацию и уплатите налог за ваше сближение. Ваш ремит обращения за QR-кодом на сегодня исчерпан. Следующее обращение возможно через 2 дня. Всего доброго. Гадать в России по руке просто. Если в ней лежат деньги, жизнь удалась. У всех остальных она, как правило, пуста и протянута. Распил или что стоящее придумали? На этой неделе стало известно, что государственный Ростех в скором времени займется созданием программы для вангования митингов и беспорядков. Все это, как говорят провластные СМИ, призвано сделать Россию безопасной. Я была бы рада, если бы это было так. Но сдается мне, что это далеко не забота о гражданах. Во-первых, ну давайте вспомним хоть один по-настоящему опасный митинг. Где и когда митингующие угрожали горожанам? Где и когда били витрины, громили дома, сжигали машины? Максимум, что можно вспомнить, это яркий пример летящего стаканчика. И то полет был недолгим, а наказание жестоким. А во-вторых, вы правда считаете, что отслеживать митинги важнее, чем анализировать, почему в стране растет количество краш и грабежей. Ведь причина, следственная связь-то тут налицо, и очевидность ее оспаривать глупо. Но искусственный интеллект будет искать исключительно скопления народа. А еще изучать публикации в СМИ и посты в соцсетях. Если система распознает, что на улице намечается какая-то акция, то информация об этом будет незамедлительно передана власти и силовикам. В уже начавшемся митинге нейросеть будет подсчитывать количество его участников, распознавать лидеров и направления толпы, а также определять численность силовых единиц для подавления народного восстания. Ну да, ну да. Бороться со следствием же всегда проще, чем устранить причину. Для первого нужны только средства, для второго еще и немного ума. А кто в России любит думать? Правильно, те, кто уже давным-давно забыли о своих русских корнях, потому что их бесценный ум дорого оценили в других странах. Я сейчас про ученых, которые массово покидают Россию, устраиваясь в США, Германии, Италии, Франции и Швейцарии. Говорят, что даже Израиль не обходится без российских ученых. Хотя, по словам Пескова, это нормально. Но вернемся к Ростеху. Мне искренне непонятно, как этот самый искусственный интеллект собирается отличать школьный класс, собравшийся в музей, от такого же количества митингующих, например. Или хоровод вокруг елки тоже отменяется. А народ на остановке, ожидающий автобуса, это уже повод вызвать Росгвардию? Или еще не причина для ее возбуждения? Может уже тогда применить искусственный интеллект в другом направлении? Причем с привлечением полиграфа, например. Мне бы лично хотелось знать, где, кто и сколько откатил за строительство масштабных проектов? Где, кто и почему избежал наказания за загрязнение окружающей среды? Где, кто и за сколько купил место в раю? Но уровень моего умственного развития еще не достиг тех пределов, чтобы победить искусственный интеллект. А добровольно эту информацию нам никто не предоставит. Не мешайте развиваться! Нанотехнологии на этой неделе победили все мыслимые и немыслимые пределы. И пока Екатеринбург отмечал день жестянщика после ночного дождя, Петербург уносил по домам снег в желании справиться со снежным коллапсом. В Новгородской области осваивали новый способ укладки асфальта. Прямо на укатанный снег. Вообще укладывать асфальт в снег нельзя. Но если очень хочется, то можно. Таким правилом вооружились городские власти, разрешив подрядчику завершить начавшийся ремонт дороги. На возмущение местных жителей администрация поспешила ответить, что укладываемое покрытие является уникальным и работать с ним можно даже в осадке и даже при минусовых температурах. Правда, при небольших. Но горожане беспокоятся, что таким образом власти просто пытаются освоить бюджет, а дорога, уложенная с нарушениями, весной растает вместе со снегом. Ну и самое неприятное, что денег на новую у власти просто не найдется. Друзья, мы понимаем ваше негодование, но искренне советуем прислушаться к своему руководителю. Если подрядчик сказал, что вычистил дорогу, значит так оно и было. Если администрация примет эти работы, значит все договоренности соблюдены. В противном случае считайте, что вам просто растопили снег горячим. Асфальтом Пермской области с этим повезло гораздо меньше. Там из-за выпавшего снега со станции на вызов не могла выехать скорая помощь. В итоге на помощь автомобилю пришла вторая карета скорой помощи. Только благодаря совместным усилиям машина оказалась на свободе, а врачи добрались до пациента. И слава богу, что это был не инсульт, где счет жизни идет на минуты, а скорая должна бороться за пациента, а не с коммунальщиками. Ну а у меня на этом все, друзья. А я напоминаю, что второй выпуск итоговых новостей вы сможете увидеть только на канале Ермак Медиа. Так что увидимся завтра. Всех люблю. Пока-пока.